Играю с углеводами, люблю играться с углеводами. Считайте очень легко и просто КБЖУ, вы будете похожи на шарпея. Набираю вес я сейчас. Блин, какой слесарь, вы что, серьезно? Этим грешат огромное количество диет. Очень легко, просто, без срывов. А если вы не занимаетесь, можно взять 1, 1,2 где-то. Что ушло? Вода? Что ушло? Мышцы? Если у вас не хватает мотивации, и таким образом рассчитываете себе свой калораж. Никаких вам формул. Вы действительно начнете другую жизнь. Всем огромный привет, мои хорошие. Ну что, сегодня нас ждет классное мотивационное видео. Я вам расскажу некоторые классные вещи, которые помогают мне добиваться результатов. И, собственно, сейчас мои цели несколько другие, чем просто похудение. И вы знаете, что за довольно небольшой период времени я похудела практически на 10 килограммов. Честно говоря, я похудела за 3 месяца. У меня даже есть отдельный плейлист, который называется «Похудение за 3 месяца на 10 килограммов». Очень легко, просто, без срывов. И терять за месяц примерно 3-4, ну даже, наверное, 5 килограммов, это, ну, более-менее нормально. Если вы теряете больше, есть вероятность того, что ваша кожа не успеет за вашим похудением. И, как я отвечаю некоторым, вы будете похожи на шарпея. Так вот, чтобы этого не было, конечно же, есть некоторые правила, да. Во-первых, это, конечно же, соблюдение баланса КБЖУ, знание и понимание того, какой вес вы теряете. Потому что очень часто те же самые диеты, какие-то голодовки, то, что я не пропагандирую ни в коем случае, вообще считаю неправильным и нездоровым. Это все относится к неправильному похудению, то есть от этого вы теряете больше мышечную массу, нежели жировую. И вы можете потерять воду, вы можете потерять все, что угодно, только не те самые злосчастные жиры, которые вам нужно сбросить. Чтобы вы были максимально подтянуты, чтобы вы были максимально красивы, чтобы вы были максимально здоровым человеком, чтобы вам было удобно жить, чтобы вам было комфортно жить. Если вы чувствуете, что вы дряблые, если вы чувствуете, что что-то в этой жизни вам не хватает и вам явно тяжело, тяжело там ходить, передвигаться, приседать, все что угодно вообще, что-то поднимать, то я думаю, что вам есть о чем задуматься. Конечно же, в первую очередь нужно рассчитать свою норму КБЖУ. Для всех она, естественно, разная. Очень часто я говорю, что это все крайне индивидуально. Существует масса формул, высчитывала эти коэффициенты. Но суть в том, что это на самом деле для меня сейчас такой бред. Сидишь и думаешь, блин, какой слесарь, вы что, серьезно? Я считаю, это, конечно, мое личное мнение. Все эти формулы были придуманы слишком давно для того, чтобы сейчас, в 21 веке, с определенными профессиями, с определенным уже измененным стилем жизни, видом деятельности, обращать внимание на какие-то коэффициенты, которые были сделаны там 1500 лет назад. У меня для себя я выработала совершенно другую тактику. Я надеюсь, что вы знаете, белки, жиры и углеводы имеют сами по себе какую-то определенную калорийность. И для себя лично я выработала такую свою формулу. Можно называть это формулой шейной. Для поддержания правильного соотношения белковой, то есть мышечной массы, жировой массы в теле. И для того, чтобы у меня был правильный, хороший метаболизм, усваиваемость, усваиваемость витаминов. Некоторые витамины, как вы знаете, являются жирорастворимыми. Также особенно женский гормональный фон очень сильно зависит от жиров, поэтому ни в коем случае жиры не убирайте. Этим грешат огромное количество диет. Я жира совершенно не боюсь. На 1 килограмм веса я употребляю где-то 1 грамм жира. То есть примерно вот мой вес сейчас, кстати, знаете, мне некоторые говорят, Аня, хватит уже худеть, ты уже так сильно похудела, уже просто невозможно все худеешь и худеешь. За последние месяцы я набрала почти 3 килограмма. Практически все они, это новая мышечная масса. 1 грамм жира на 1 килограмм веса, где-то 1,5 грамма белка, опять же, я занимаюсь. А если вы не занимаетесь, можно взять 1, 1,2 где-то. А если говорить про углеводы, вот здесь вот я с углеводами уже играюсь. Прям играю с углеводами, люблю играться с углеводами. Пытаюсь набирать, ем примерно 1,5 грамма, 1,5-2. Вообще по идее нужно, конечно, чуть побольше. Можно даже есть от 2,5 до 3 грамм. Вы это все высчитываете. В зависимости от вашей цели, в зависимости от вашей физической активности, можно употреблять 1 грамм белка, если вы не очень сильно много занимаетесь. Можно употреблять до 2 грамм белка, если вы реально конкретно занимаетесь спортом. И таким образом рассчитываете себе свой полараж. Никаких вам формул, никаких вам вообще там проблем, не знаю, каких-то этих супер-мега коэффициентов. Второй вариант. Что вообще можно сделать? Да, конечно же, это какие-то программы. Конечно же, это какие-то расчеты именно в интернете. Но их на самом деле столько много. И они на самом деле такие разные. И уже просто, честно говоря, не знаешь, кому доверять, кому нет. Конечно же, вы можете съездить на анализ, например, да. То есть, существуют специальные центры. Но, конечно же, это занимает время, денег и так далее и тому подобное. Я тоже человек простой. И довольно долгое, длительное количество времени я использую весы. Очень часто меня про них спрашивали. У меня это такие современные весы марки Picoke. И у меня это модель S3 Light, которая считает аж 12 показателей от замера вашей массы тела до того, сколько в вашем организме жира, сколько в вашем организме мышечной массы. Вам не нужно думать о том, что у вас ушло. Вот вы начали худеть, да, и вот у вас там ушел первый какой-то килограмм. Что ушло? Вода? Что ушло? Мышцы? Что ушло? Жир ушел? То есть, там есть 12 показателей. Это масса тела. Я сейчас здесь покажу. У него есть специальное приложение, которое можно скачать на телефон. Работают они у меня от Wi-Fi. То есть, мне, собственно, ничего такого делать не нужно. То есть, они у меня просто сами по себе автоматически... Я просто встаю на эти весы, они у меня просто автоматически все высчитывают. Здесь специальные такие импульсы. То есть, вы становитесь на специальные платформы, стоите, ждете несколько секунд. То есть, если у вас на ваше приложение на телефон, то здесь показывается, сколько вы везете, а в вашем приложении на телефоне показывают все вообще возможные виды измерений, да, которые вообще только, мне кажется, реально сделать. Это масса воды в организме. Это очень важно. Я помню, я вообще очень сильно заморачивалась, потому что я когда только начала худеть, у меня очень была маленькая вот именно водная составляющая. Хотя мне казалось, что я пью довольно много, да, конечно же, это все зависит от человека. Все зависит от того, насколько вода усваивается. Все зависит от того, насколько вода задерживается в организме. То есть, здесь не обязательно говорить о том, что типа вот тебе срочно нужно выпивать 3 литра жидкости в день. Здесь тоже все крайне индивидуально. Помимо веса, основного обмена веществ, они также показывают, ну, естественно, долю жира, долю костной массы воды, белка в организме и даже, кстати, ваш метаболический возраст. Приложение позволяет не просто взвешиваться, а ставить конкретные четкие цели и даже дает советы, как их достигнуть. Например, подскажет, какие виды нагрузок и какой способ похудения будут полезны именно вам. У Пикук есть разные модели, они отличаются размером платформы, типом подключения, либо Bluetooth, либо Wi-Fi, ну и, соответственно, ценой. Все модели, кстати, весов Пикук измеряют одинаковое количество параметров вне зависимости от их стоимости. В приложении на основании ваших измерений формируются графики. Понимаете, что вы теряете, мышечную массу или жировую массу, да, сколько, что, где, в какую сторону поменялось. У вас все как бы в одном месте, и вам не нужно там где-то... Я раньше все время у меня был такой большой блокнот, и я все время раньше записывала. У меня были ролики до-после, мои результаты похудения, я вам даже показывала такие ролики. И вот раньше я вот записывала, да, там число, там месяц, сколько у тебя вес, сколько у тебя там воды, сколько еще там что-то. До этого у меня такие старенькие весы такие были, и там показателей было, по-моему, 5 или 6. И вот как раз одним из самых таких важных, наверное, я считаю, измерений в Пикук, да, который он мне показал, это то, что как раз-таки он знает, не побоюсь этого слова, ваш обмен веществ. Он показывает скорость вашего основного, так скажем, да, базового обмена веществ. То есть это те самые КБЖУ, сколько ваше тело тратит калорий для того, чтобы просто прожить в течение дня. То есть для того, чтобы просто просуществовать, для того, чтобы работал ваш мозг, ваше сердце, ваши мышцы, в общем, все-все-все-все-все. То есть накидываете вашу физическую активность туда, кушаете побольше немножечко, да, для того, чтобы еще хватило энергии для физической активности. И вообще не заморачивайтесь по поводу того, сколько калорий вам есть. То есть это вообще мегалегкий способ. Набираю вес я сейчас. Я сейчас набираю вес. Но набираю очень правильно и очень нужный мне вес именно мышечной массы. Если вы набираете правильную, опять же, мышечную, а не жировую массу, соответственно, по габаритам вы можете даже уменьшаться. На момент, когда я сбросила эти 10 килограммов, если вот меня можно было измерить, собственно, там, конечно, изменилось. Очень сильно было понятно, что я изменилась, но не хватало, знаете, я была такой довольно дряблой. Я вот всегда вот сейчас, собственно, после вот этого похудения, я очень много уделяю тому, как мне возобновить вот эту вот упругость кожи какой-то мышечной, в конце концов, мышечного корсета. Я считаю, что когда человек начинает думать о генах, что, типа, вот это вот, такие у меня гены, у меня ничего не получится, у меня там все в семье были толстые, и, типа, я тоже такое буду. Вот я считаю, что это настолько сильно опускает тебя же в твоих глазах, и это настолько сильно угнетает, и это настолько сильно дает, знаете, такой хороший такой откат назад. То есть, как бы, ты что-то хочешь сделать, то есть, ты как бы вот что-то вот поставил такую цель, а потом тебе кто-то сказал, да у тебя гены такие, посмотри, у тебя мама там, не знаю, бабушка у тебя, посмотрите, или у тебя все полные, забей, ты нормальный. Руки опускаются от этого просто. Я вот очень не люблю таких людей, которые, да, я сильная, я смогла, я справилась. Я очень стараюсь сделать так, чтобы вы тоже поверили в себя, я тоже стараюсь сделать так, чтобы вы узнали свое тело лучше, для того, чтобы вы поняли, что можно любому человеку, поняли, что если вы ничего не будете делать, ничего не произойдет. Вот пока вы сами себе волшебный пинок такой нормальный не дадите под одно место, ничего не сдвинется, ни ваш вес, ни ваша мышечная масса, ни ваша жировая прослойка, возможно, гигантская, которую уже, знаете ли, пора куда-нибудь деться с вашего живота, боков и бедер. Есть огромное количество людей, которым не хочется, чтобы вы худели, которым непонятно, зачем вы это делаете, но самое важное, самое главное, это то, что вы действительно начнете себя по-другому чувствовать, вы действительно начнете другую жизнь. Возможно, вы даже конкретно и кардинально ее поменяете, это происходит просто сплошь и рядом, поверьте, когда я похудела, моя жизнь изменилась реально практически на 100%, и я сейчас совершенно другой человек. Мне кажется, что даже если можно посмотреть, да, какие-то отследить немножечко психологическую сторону меня, когда вот я была до этого, и психологическую сторону меня, когда вот я сейчас. Да, конечно, в процессе того, как ты становишься на какой-то определенный путь, в зависимости от того, что конкретно тебе хочется, да, некоторые люди отсеиваются, некоторые люди уже отсеялись, но все это нужно воспринимать как, наверное, подарок судьбы, что у тебя есть будущее, что у тебя есть совершенно другое будущее, эти люди, кто тебя не понимает, они пускай остаются где-нибудь на том пути, на котором ты уже был, а тебе, в общем-то, куда-нибудь в более светлое и хорошее и красивое и здоровое, самое главное, будущее. Поэтому не забрасывайте себя, поэтому настраивайте себя на правильный, здоровый, хороший лад, считайте очень легко и просто КБЖУ, высчитывайте свою массу тела, знайте сколько в вас всего и ставьте себе конкретные цели, и добивайтесь этих самых целей. Если у вас не хватает мотивации, я всегда рядом, пишите, я стараюсь всегда всем ответить. Если вы пропустили какое-то видео или вообще впервые на моем канале, конечно же, подписывайтесь, и опять же скажу, что ссылочку на весы, кстати, тоже, и на плейлист мой вот этот гигантский, глобальный вот этот плейлист, где я рассказываю просто огромное количество очень интересных, важных и нужных вещей, я вам также внизу под видео ставлю. Так что я вам всем желаю только здоровья, только развития, только любви к себе и своим самым-самым-самым близким людям, которые вам доверяют, которые вас понимают и которые способны вас поддержать, это очень здорово, если есть такие люди, держитесь прям за них и любите, и уважайте, и обожайте их, потому что они на самом деле дорогого стоят, таких людей на самом деле очень-очень мало, и я в своей жизни тоже это так же поняла. Ну и еще один бонус специально для вас, если вы тоже хотите быть хозяином таких удобных весов Пикук, то специально для моих подписчиков сейчас действует промокод Шейна, он дает скидку 20% до конца июня, так что если вы очень давно хотели классные современные весы, которые действительно покажут вам вообще из чего вы сделаны, то вводите при покупке вот этот вот код, либо проходите по ссылочке внизу под видео, там вся информация тоже для вас будет. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте мне пальчик вверх, все, целую, скоро будет новое видео, люблю, пока! 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 Субтитры сделал DimaTorzok